Глава 2. Решение проблемы. Сотворение или эволюция. На протяжении многих веков в западной цивилизации общепринятым объяснением явлений жизни, описанных в предыдущей главе, оставалась библейская история сотворения мира. В книге Бытия, глава 1 и 2 сказано, что Бог создал растения на третий день творения животных на пятый день, а человека на шестой. Адам и Ева были прародителями всего человечества. На основании анализа библейских данных принято считать, что мир был сотворен за 4000 лет до н.э. Такова была официальная точка зрения, опиравшаяся на Библию и безраздельно господствовавшая в западных странах. Этой незыблемости креационизма пришел, однако, конец, когда в 1859 году было опубликовано происхождение видов Дарвина. Появилось иное объяснение жизни – научная теория эволюции, основанная не на религиозной догме, а на фактических данных, подающихся проверке. Общая идея органической эволюции существовала и до 1859 года. Ее выдвигали Ламарк в своей «Философии и зоологии» в 1809 год, Чемберс в «Следах творения» в 1844 год и другие. Труд Ламарка был неубедительным, как по фактическим данным, так и по теоретическим построениям. То же самое относится и к трудам других ученых начала XIX века. Их работы, однако, подготовили почву для восприятия происхождения видов Дарвина. В происхождении видов Дарвин систематизировал огромное количество данных, полученных в исследованиях по нескольким независимым направлениям и указывающих на существование органической эволюции, происходящей, происходившей в прошлом и продолжающейся в настоящее время. Для объяснения движущей силы эволюционных изменений он разработал теорию естественного отбора. Подход Дарвина к этой проблеме, в отличие от подходов предшествовавших ему авторов, оказался убедительным для зоологов, ботаников и геологов. За годы и десятилетия, прошедшие после 1859 года, эволюционная теория нашла широкое признание в научном мире. Многочисленные возражения высказывались и после 1859 года, но они исходили главным образом от богословов и были связаны скорее с церковными кругами, чем с научными. Доказательства эволюции Здесь кратко изложены различные данные, свидетельствующие о существовании эволюции. Большая часть их была использована для доказательства эволюции Дарвина в происхождении видов. Конечно, в настоящее время количество данных по каждой категории гораздо больше, чем во времена Дарвина, и многие из них будут представлены в следующих главах этой книги. Первое. Прямые наблюдения. Эволюционные изменения в пределах популяции и некоторые способы видообразования установлены на основании прямых наблюдений и или экспериментальным путем. Второе. Экстраполяция на более крупные группы. Существует непрерывный ряд уровней от популяции и географической расы через вид в группе видов под роду и роду. Третье. Палеонтологические данные. Для многих групп организмов, хорошо представленных в палеонтологической летописи, можно наблюдать последовательный ряд форм, сменяющих друг друга в геологическом времени. В некоторых случаях сохранились ископаемые остатки форм, образующих переходы между двумя крупными группами. Четвертое. Токсономическая структура взаимосвязи между ныне живущими видами. Виды естественным образом объединяются в роды, роды в семейство, семейство в отряды и т.д. Это естественное распределение организмов по группам, подчиненным одна другой, как писал Дарвин, отражает разветвленность филогенеза. Естественный род Y состоит из видов, имеющих общих предков. Родственный ему род Z слагается из другого набора видов. Роды Y и Z представляют собой две ветви, отходящие от более старой ветви, семейства и т.д. И по всей таксономической иерархии. Иерархический характер таксономических взаимосвязей не был придуман биологами-эволюционистами. Он был открыт до создания эволюционной теории таксономистами, которые признавали креационизм, а позднее был правильно интерпретирован эволюционистами. Вряд ли следует ожидать, что ныне живущие виды можно было бы объединить в группы, входящие в более крупные группы, если бы каждый из них был продуктом независимого акта творения. Пятое. Географическое распространение. Многие роды, семейства и другие группы среднего таксономического ранга ограничены какой-то одной географической областью, определенным архипелагом, частью материка или материком и т.п., в которой находится центр распространения данной группы. В то же время, другая изолированная географическая область населена организмами другой, отличной от первой группы, так например, калибри, семейство, обитающее в Америке, а гавайские цветочники, семейство, обитающее на Гавайях. В таких случаях логично допустить, что виды, входящие в каждую из этих групп, или во всяком случае многие из них, возникли в той области, где они сейчас обильны или разнообразны. Доктрина креационизма не может объяснить такой характер географического распространения надвидовых групп. Шестое. Гомология. Сравнивая представителей какой-либо крупной группы, можно обнаружить, что они обладают сходным общим планом структурной организации, но различаются по некоторым гомологичным частям тела. В качестве примеров можно привести разные формы, которые принимают гомологичные передние конечности у представителей разных отрядов млекопитающих. Гомологичные задние конечности также у представителей разных отрядов млекопитающих. Конечности в разных классах наземных позвоночных, части венчика, цветков у представителей разных семейств или порядков покрытосеменных и т.д. Приведем слова самого Дарвина относительно значения гомологичных органов. Дарвин, 1872 год, глава 14. Что может быть любопытнее того, что пригодная для хватания рука человека, приспособленная для рытья лапокорота, нога лошади, ласт дельфина и крыло летучей мыши, построены по одному и тому же образцу и содержат одинаковые кости с одним и тем же относительным расположением. Ничто не может быть более безнадежным, чем попытки объяснить эту общность строения у членов одного и того же класса с точки зрения полезности или учения о конечных причинах. Безнадежность такой попытки была ясно показана Уоуэном в его высшей степени интересной работе Nature of Limbs – природа конечностей. Следуя обычному взгляду, признавая независимое творение каждого существа, мы можем только утвердать, что это так, что создателю угодно было построить всех животных и растения каждого большого класса по единому плану. Но это не научное объяснение. Гораздо более простое объяснение дается теория отбора последовательных незначительных изменений. Каждая модификация некоторым образом выгодна для изменяющейся формы, но часто влияет за счет корреляции и на другие части организма. При изменениях подобного рода лишь в очень слабой степени или совсем не обнаруживается наклонность к изменению первоначального строения или к перемещению частей. Кости конечности могут до известной степени стать короче или площе. Одеваясь в то же время более толстым покровом или служить плавником. Или же у снабженной перепонкой передней конечности все или некоторые кости могут до известной степени удлиниться. Связывающая их перепонка может увеличиться и конечность может стать крылом. Но все эти модификации не меняют основного плана строения костей или соотношения их частей. Если мы предположим, что у очень древнего прародителя архетипа, как его можно назвать, всех млекопитающих, птиц и рептилий, конечности были построены по ныне существующему общему плану, то для какой бы они цели не служили, мы сразу поймем все значение гомологичного строения конечностей во всех классах. Рудиментарные органы. У некоторых членов какой-либо крупной группы нередко имеются атрофированные или нефункционирующие органы. Такой рудиментарный орган гомологичен хорошо развитому функционирующему органу у других представителей той же самой группы. Так, у некоторых неледающих птиц имеются рудиментарные крылья, у некоторых китов рудиментарные, то есть кости таза, а у некоторых змей, в том числе у питона, рудиментарные задние конечности. Эти структуры интерпретируются как рудиментарные органы, как рудименты органов, гомологи которых хорошо развиты у других членов той же самой крупной группы. Подгруппа, обладающая таким рудиментарным органом, перешла в новое место обитания или к новому образу жизни, в условиях которых прежде функционировавший орган оказался бесполезным и под действием отбора сильно редуцировался, но зачатки его сохранились в качестве филогенетических остатков. Креационизм не может дать убедительного объяснения существованию бесполезных рудиментарных органов. 8. Биохимическое сходство. Современная линия доказательств, недоступная во времена Дарвина, основывается на близком сходстве биохимического состава и молекулярной структуры гомологичных белков у членов разных родственных семейств или отрядов. Хорошими примерами служат гомологичные формы гемоглобина и цитохрома С у человека и других приматов. В заключение следует отметить, что теории эволюции основаны не только на одной или двух группах доказательств, но на согласующихся между собой свидетельствах из нескольких независимых групп фактических данных, как показал Дарвин в происхождении видов. Согласованность между данными из-за разных областей или их совпадения – мощный аргумент в пользу справедливости и выводов, как это отмечает Рьюз, 79-й и 1982-й годы издания. Полемика с креационизмом Опубликование происхождения видов Дарвина вызвало ожесточенную полемику между креационистами и эволюционистами в Англии, Европе и Северной Америке в конце XIX века. С тех пор ряды креационистов поредели, поскольку широкая публика в общем стала признавать заключение ученых. Однако в США некоторые фундаменталистические религиозные секты продолжают настаивать на буквальном истолковании библейской истории сотворения мира. Этих секты оказывают постоянное и воинственное сопротивление преподаванию эволюционной теории в средних школах. В штате Теннесси в 1920 году был принят закон, согласно которому преподавание эволюционных идей считалось преступлением. Это повлекло за собой знаменитый процесс Скобса, в котором судили и признавали виновным одному из преподавателей средней школы. Его присудили к небольшому штрафу. В наши дни фундаменталисты изменили свою тактику, но не цели. Камнем преткновения продолжает оставаться преподавание биологии в средней школе. Теперь фундаменталисты требуют, чтобы в учебниках биологии и на школьных занятиях были равнопредставлены библейская версия сотворения мира и дарвиновская теория эволюции. По этому поводу первую торжественно обрежают в одежды научного креационизма в кавычках, а эволюцию низводят до положения теории, а не факта в кавычках. Группы фундаменталистов воздействуют в этом направлении на школьные советы и снова дело доходит до судебного разбирательства. На процессе скобса 2, происходившем в Арканзасе в 81-82 годах, принятый этим штатом закон, требующий сбалансированного рассмотрения учения о божественном сотворении мира и эволюционного учения, был признан противоречащим конституции. В наши дни фундаменталисты ведут свою прокреационистскую кампанию на уровне местных школьных советов. Поскольку эта полемика, несмотря на весь ее анахронизм, несомненно будет продолжаться и в дальнейшем, следует отметить некоторые достоинства креационизма конца XX века. Требование о том, чтобы креационизму и эволюционной теории уделялось равное внимание как в учебниках, так и на классных занятиях, происходит из допущения, что эти две темы соизмеримы, то есть заслуживают одинаково серьезного рассмотрения. Между тем, креационизм и эволюционная теория не входят в одну и ту же лигу. Креационизм нельзя рассматривать как научную теорию, сопоставимую с теорией эволюции. Это религиозная догма. Нет никаких независимых данных, которые подтверждали бы описанную в Библии версию происхождения растений, животных и человека. Принимая креационистское объяснение, человек опирается скорее на веру, чем на разум. Рассмотрим столь часто выдвигаемое креационистами положение о том, что существование эволюции всего лишь теория, а не факт. Согласимся на время с наивным допущением, что какой-то научный предмет можно отнести к категории либо теории, либо фактов. Воздержимся также от заявления, что креационизм это и не теория, и не факт. Когда-то эволюция действительно была только теорией, но с 1859 года утекло порядочно боды. Многое из того, что относится к эволюции, перешло теперь в категорию фактов. Эволюционные изменения, происходящие на уровне микроэволюции и видообразования, были обнаружены компетентными биологами и в настоящее время могут считаться доказанными фактами. Что касается эволюционных изменений на уровне макроэволюции, то здесь дело обстоит несколько иначе, поскольку это явления исторического порядка и, следовательно, недоступные для непосредственного наблюдения. Отсутствие свидетельств очевидцев, затруднения, внутренне присущие любой попытке воспроизвести события прошлого. Несвобода от него, несвободна от него и библейская версия сотворения мира, созданная по прошествии длительного времени после описанных в ней событий. В случае макроэволюции простое противопоставление теории и факта неприменимо, хотя эволюционную теорию нельзя наблюдать непосредственно, а ее существование можно судить по ископаемым остаткам. А сами эти остатки представляют собой факты, макроэволюция, вывод, который следует из этих фактов.